Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Антон, и сегодня мы продолжаем играть в игру под названием Minecraft Story Mode. И перед нами снова второй сезон, и снова четвертый эпизод. Ребят, ставьте обязательно лайк и пишите комментарии. Видимо, хижина за дверью. Что за... Эти нажимные пластины выливают сверху воду. Это все так просчитано и точно. Судя по нескольким нажимным пластинам, за этими стенами скрываются сложные механизмы. Не стоило ждать другого человека, который сделал Ледяной Дворец Отчаяния. Думаю, они предназначены для трех друзей. И Ромео, и Ксары, и Фреда. Как вы, ребята, смотрите на то, чтобы подергать странные рычаги и посмотреть, что будет? Ну, поехали. Добро пожаловать, участники Ксара! Фред и я! Ромео! Ого, админ сделал все это для своих друзей. Вы готовы к самому захватывающему и волнующему испытанию вашей жизни? Уровень первой. Начали! Что это такое? Понятия не имею, но они выглядят недружелюбно. Отлично, еще один голем. Но этот раз из магмы. Ох, вот это представление, ребята. Ладно, тыкать мечом в лаву не лучшая идея. Надо попробовать что-то еще. Получай, мангал в переросток. Водопады. Джесси, вода превращает лаву в булыжник. Да, надо просто заманить их туда. Ладно, големы, пора намокнуть. Пора копать. Ну-ка. Поздравляю, участники. Пройден первый уровень из 600. Что? Второй уровень. Начали. Мы никогда не доберемся до 600 уровня. Это все началось благодаря трем рычагам. Может, эти три рычага остановят? Пойдем, радар. Развалим эту машину. Радар, ты должен сломать эту машину. Я прикрою тебя. Ясно. Горячо, горячо, горячо. Очень горячо. Отлично стреляешь, Джесси. Давай, давай, давай. Почему у тебя здесь нет инструкции? Еле пронесло. А теперь... Приготовьтесь... К уровню 600. Я вижу, вы улыбаетесь. Никто не улыбается. Ну-ну. Я же не чудовище. Здесь рядом есть верстак. У этого парня какой-то ненормальный подход к играм. Может быть, мы и его сможем одолеть водой. Так, осторожно. Да ладно. А что делать-то я не понимаю. Стоп. А? Опа. Отлично. Пора его укоротить. Да ладно. Эта штука не такая уж и глупая. Не хочешь связываться с водой, а? Майкерка сломана, поэтому придется придумать что-нибудь еще. У нас есть порох. Динамит. Нужно всего лишь раздобыть немного песка. Правильно, хорошая идея. Радар, приготовься. На нас идет огонь. Нужно всего 4 песочных блока. Быстрее. Эй, Голем, сюда. Эй, Голем, сюда. Ага. Да блин. Да блин. Быстрее давай. И как мне поджечь эту штуку? Должно сработать. Вы сделали это. Сила дружбы победила. Да. Давайте выбираться отсюда, пока мы не напоролись на секретный уровень. Как ты... После всего мне еще не надоело спрашивать. Ого. Здесь это первое место, которое кажется таким живым. Ох, замечательно. Встретимся там. Пойду-ка я осмотрюсь. Интересно, что там такое. В доме. Как успехи? Похоже, никого. Внутри пусто. Должно быть безопасно. Наверное. Давайте просто заберем это оружие и уйдем. Ну что, уютненько здесь так. Помните, раньше меня было не оторвать от книги? А сейчас я почти не читаю. Все меняется. Да. Такой же был когда-то и у нас в доме на дереве. Пока кое-кто его не сломал. Петра, что случилось? Ничего. Это просто напомнило мне об... Об истории о щенках. Очень грустная история. Ты не знаешь, я постоянно плачу из-за подобной чепухи. Ну же, Петра, ты врешь. Мы оба это знаем. Нет, просто мне очень грустно из-за щенков. Ясно? Ладно. Это не из-за щенков. Тебе это ничего не напоминает? Наши друзья? Раньше мы постоянно встречались в том домике на дереве, а теперь почти не разговариваем. И почему все это происходит? Все уходят, и я снова одна. Я не могу понять, что дело не так. Я просто смотрю, как они один за одним. Не все от тебя уходят, Петра, я никуда не ухожу. Да, но, может, в этом и проблема. Что, если я захочу пойти куда-нибудь еще, а не в маяке? Тогда я снова буду одна. Аксель и Оливия почти совсем нет рядом. Мы уже потеряли Джека. Не пройдет много времени, как распадется новый орден камней, не так ли? Моя ошибка в том, что я думала, то, что у нас у всех есть своя жизнь, не значит, что мы перестанем быть друзьями. Мы еще заботимся друг о друге. Если бы им было не все равно, они бы... Я знаю, что сейчас это не важно. Давайте просто найдем оружие и уберемся отсюда. Здесь что-то не так. У кровати обычно нет знамен. Это блок наблюдателя. На что он смотрит? На кровати? Мери. Мери еще. Так. Фиолетовая и синяя-красная. Фиолетовая и синяя-красная. Угу. Что-то произошло. Минус один. Теперь нужно проделать то же самое с остальными в правильном порядке. Красная. Красная. Кажется, не сработала. А что не так-то я не понял. А, синяя, наверное, нужна, да? Блевая для Фреда. И красная. Блевая для Ромео. Еще один дневник Фреда. Дорогая Ксара, если ты читаешь это, то я уже мертв. Я спрятал его в последнем месте, в котором ты будешь его искать. Символично, что ключ к тому, чтобы закончить все это, оказался здесь, где все началось. Это ключ к победе над Ромео. Тут написано... Картофель 451. Картофель? Это и есть оружие. И что мы будем делать с картофелем? Это не оружие. Мне все равно. Как это прозвучит, лишь бы работало. Да, пожалуй. Просто картофель. Прости, я хотел сказать хештег картофель 451. Запомни, это кодовое слово используй его на основном терминале. Ты сможешь лишить его силы и покончить с этим. Кодовое слово. Похоже, это и есть картофель. Я все еще верю в Ромео. Он просто хотел, чтобы мы оставались вместе. Больше всего на свете. Я понимаю, ради чего он все это делает. Возможно, это глупо, но мне нужно убедиться, прежде чем сделать следующий шаг. Хотя, раз ты здесь, видимо, у меня уже есть ответы на все вопросы. Возможно, однажды мы снова сможем быть вместе. Твой друг навеки Фред. Мне их даже жалко. Их личные дела не имеют к нам никакого отношения. У нас есть то, ради чего мы пришли. Пора идти. Ты правда думаешь, что к нам это не имеет отношения? Неужто ты не понимаешь? Все говорят о Ромео, будто он был жестоким и бессердечным манипулятором, но... Фред пишет, что Ромео просто хотел, чтобы все остались вместе, и все. Разве я занимаюсь не тем же самым, особенно по отношению к тебе? Я не хочу заставлять тебя делать то, чего ты не хочешь. Я не хочу тебя обидеть, но мне кажется порой, что ты взбесишься, если я скажу, что мне больше не хочется приключений. Прости, я просто не хотела тебя терять. Но это не значит, что я могу так поступать. Я это понимаю. Я много думал о твоих словах. О том, как для меня важна дружба, но я не думаю, что смогу спокойно усидеть на месте. В маяках. Но я не хочу терять тебя. Ты много для меня значишь, Джесси, и я... Ты всегда рядом со мной, несмотря ни на что. Я не брошу тебя, Петра. Если ты считаешь, что твое место где-то там, значит и мое тоже. Спасибо. Не зря мне всегда казалось, что ты неженка. Тебе никто не поверит. Вот увидите. Надо отнести эту книгу к порталу. Именно. Остановим админа. Он уже достаточно побыл в Джесси. Ого, у нее получилось. Значит, вот оно как. Надо позвать остальных, пора нам уходить отсюда. Что это ты делаешь? Этот портал спрятали не просто так. Этот проход должен оставаться закрытым. Да не Кефреда, люди, которые должны пойти с нами. Отлично, это будет нетрудно. Звучит как-то по-админски, Ксара. Нам нужно оружие. Проблема не решить, заваливая их телами. Люди только все усложняют. От них сплошный бардак, крайне неэффективно. Никого, мы никого не бросаем. Никогда. Ну, это не совсем правда. Вы оставили того селянина в моей камере, когда мы уходили. Но нам нужно было лава. А теперь это точно не повторится. Тебе это однажды и погубит. То, что ты вечно кого-то ждешь. Будь с этим поаккуратнее. Как видишь, портал функционирует. У тебя все готово. Ага, думаю, теперь мы сможем вернуться домой. А вот и оружие Фреда. Картофель. Странно, да? По-моему, это странно. Фред доверял ему. Он отправился к Ромео с лучшими намерениями и... И... Ромео не заслуживает прощения, нет. Его нужно остановить раз и навсегда. Однажды и для всех. Он это удерживает. Пороче. Для этого и для всего остального. Это единственный способ. Нет. Возможно, если до этого дойдет. Джесси! Джесси! Мы не можем просто избавиться от него. Никаких возможно. Но герои должны помогать людям, а не причинять им боль. Ромео заслуживает того, что его ждет. Мы отомстим за Фреда. Фред был лучшим из нас. И что с ним стало? Сара, одержимость возмездием сделает нас такими же, как Ромео. Мы выше этого. Да. Что ж, похоже, нам предстоит выяснить, понимает ли Ромео что-то, кроме насилия. Ромео уничтожил мой мир, и я не смогла ему помешать. Он отнял его у меня. И здесь уже ничего не исправить. У меня больше ничего нет. Это реально終了. Здесь вот что мне удалось найти. Не все хорошее потеряно, надо только искать. Это же... Я... Я не привыкла ошибаться. Спасибо. Но нам нужно продолжать двигаться вперед. Ладно. Давайте с этим разберемся. Давай мне свою побрякушку. Эээ, Джесси? Это же наш путь домой. Ох, елки. Всем срочно в сторону. Это народ Фредда. Это не люди из тайника Фредда. Это мобы. Мобы то, что нужно. Искать мне кровать, хотя я никому так и не помогла. Иди. У мобов нет шансов. Джесси, на помощь. Не дайте меня съесть. Я невкусный, невкусный. Я знаю, что Странник Края на самом деле не собирается есть радары, но... Да ну нафиг, как так? Да хорош уже. Сколько здесь? Субтитры справа. И че? Джесси, помогай! Не дай мне съесть! Я не могу! Я знаю, что эндермен не будет на радио, но... Нет! Я больше не буду убегать! Да ты не так уж и хорош, ты... На! На! Отпусти, Джесси! Ты что, вообще не знаешь, что такое приличие? Нельзя же просто так ходить, громить все и хватать людей! Получай! Аааааааа! Аааааа... Еде я... Похоже, тренировка в топях Халланга принесла влады Джек Думали, небольшое падение сможет причинить вред бархатному торнадо? За тайник Фреда, за будущее В бой Кто-нибудь меня тут поймает Они на нашей стороне, они помогли нам в тайнике Фреда Чем больше народ, тем веселей Сейчас мой меч отведает крови чудовище Он уже проголодался Нужно отремонтировать здание Или нам ни за что не избавиться от этого сторонника края Ничто так не скрашивает строительный процесс, как давящее ощущение Давайте, стройте Не знаю пока, куда нас это приведет Надеюсь, поближе к дому Эй, мы уже уходим Ну дела, радар Мы побеждаем пока Но долго они держаться не смогут Особенно если сторонник края разнесет портал Скверные новости Ему нужен я Еще больше плохих новостей Думаю, я ему нравлюсь Это значит, что я могу Стать приманкой Да, если хочешь застрять тут Радар, ты не должен нам ничего доказывать Мы знаем, на что ты способен Да, вспомни, как хорошо ты показал себя в испытании Ромео Ты не должен так поступать Дело не в этом Каждый должен поступать правильно Нам не удастся провести через портал всех, пока этот уродец здесь болтается Они останутся здесь Странный край заинтересовался мной Я могу выиграть для вас немного времени Ты наш друг, радар Мы не бросим тебя здесь Мы должны держаться вместе Настал мой час, Джесси Я это знаю Я должен это сделать Вперед, радар Увидимся наверху Эй, подходи ближе Получай Да, верно Видел, какие большие руки Он дает нам шанс спастись Народ живо Кент, шевелись Можно и побежливее Но куда? Да где угодно лучше, чем здесь Все Хватит с меня таинственных порталов Больше никогда Соглашусь с ламой Все в порядке? Это старый храм ордена Получилось, мы вернулись Радар Радар бы с катушек слетел Кажись, он здесь Стоять там, где когда-то стояли величайшие герои Это просто невероятно Радар заслужил право стоять здесь Он такой же герой, как и все мы Он дал людям бинты Шанс спастись И помог нам остановить Джесси Джесси Мы в неоплатном долгу Перед твоим другом За то, что он совершил Ради нас Мы бы поблагодарили его, если бы могли Мы и не верили, что однажды с Тома увидим небо Над головой Вы это видели? Так, кто-нибудь скажите, что я не схожу с ума Это же Маяки Джесси Джесси О, как я рад тебя видеть Где остальные? Да Вот такой вот эпизод, ребят Весьма интересный Что ж, друзья Давайте мы тогда на этом выпуск завершим Надеюсь, он вам понравился так же, как и мне Ставьте пальцы вверх Добавляйтесь в подписчики Всем спасибо За Внимание И Пока